Андрей Борисович, Вы можете мне вот коротко сказать, а что такое Роснано, да, что такое корпорация Роснано, чтобы было всем понятно, не в трактовке, ну, я не знаю, там, журналистов и экспертов, да, а человек, который непосредственно является одним из руководителей госкорпорации? Ну, первое, начну с того, что Роснано, это один из институтов развития, который был сформирован в соответствии с государственным законом, есть отдельный закон по нашей корпорации, который Дума приняла в 2007 году, и наряду с такими институтами развития, как российская венчурная компания, внешний банк ВЭП и инвестиционный фонд, мы являемся, как бы сказал, институтом развития, который должен в своем сегменте поддержать развитие, в данном случае, высоких технологий, а нанотехнологии, это сегодня новый технологический прорыв, если так можно сказать, да, во всем мире, во всем мире, в крупных странах, в Соединенных Штатах, в Японии, там, в Южной Корее, в других приняты национальные инициативы в области развития нанотехнологии, причем в Америке, там, в 2002 году, у нас такая инициатива была принята в 2006 году, президентом, и отдавая должное российской науке, советско-российской науке, который имел большой задел в область нанотехнологии, отдавая должное сегодняшнему состоянию, даже российской науке, в данном случае, корпорация создавалась для вопросов коммерциализации имеющихся разработок и способствования дальнейшего развития технологий. — Фактически, это, с одной стороны, финансовый институт, но мы содействуем реализации государственной политики в этой области, поэтому у нас статус на сегодня пока как госкорпорации. Основным вкладом является имущественный вклад государства в нас, да, но при этом направление деятельности нашей — это реализация инвестиционных проектов с целью создания новых производств для выпуска новых продуктов на рынок. — А вот как по жизни, что называется, происходит эта самая реализация, да? — Да. Вот. Ну, это, так сказать, формула, да, которая существует в жизни. Это выглядит следующим образом, что мы сегодня открыты, так скажем, к инновационному сообществу или научному сообществу, которое может подавать заявки в области нанотехнологии. Это ограничение на нашу корпорацию на сегодня. Мы не можем, так сказать, финансировать разработки из других областей. — То есть, ну, вы не венчурная компания, это не ваш вид бизнеса. — Да, да. Не, ну, не так. Мы финансируем, в том числе, венчурные проекты, но только в области нанотехнологии. То есть, в основе продукта, который должен получиться в результате инвестпроекта, должны лежать те или иные нанотехнологические особенности, да, либо в продукте, либо в самой технологии. — Я вот, понимаете, я прям порываюсь, спросите, а можете сказать нано? Вот это практически, ну, вошедшее в российское общество словосочетание вместе, там, с модернизацией, инновациями и так далее, и так далее, да, вошло вот это понятие нано. — Ну, нано — это размер, да. Размер нано — это 10-7 до 10-9. — То есть, это конкретный размер? — Это конкретный размер, да. Вот. Значит, по сути, о чём идёт речь, что, безусловно, человечество раньше, или там, были технологии, которые оперировали в этой области. В данном случае мы все хорошо знаем химию, катализаторы, в общем-то, это всегда они работали в этой зоне, да, но сегодня появились инструментарии, которые позволяют и в других областях решать технологические задачи. Фактически, это манипулирование различными элементарными, как бы, веществами, которые находятся в этих размерах, соединение которых даёт новый качественный продукт, характеристики продукта. — А можете привести пример? — Ну, пожалуйста, я вот приведу простой пример. Например, один из институтов сделал, ну, технологическую, решил одну технологическую задачу, там, для цели. То есть, медь, которую мы знаем, что достаточно мягкий материал, да, в медный, в медь добавили не обе, в нужном размере, так скажем, да, получили сплав, который составляет практически характеристики меди по электропроводности и тепловому расширению, но при этом прочность выше, чем стали. Ну, можно сказать, даже можно резать её в стекло, да, вот в таком плане. Вот какие это, так сказать, один из примеров. Очень качественные примеры — это примеры в медицине, когда мы сегодня за счёт вот возможности технологического развития можем имеющиеся уже известные препараты, в первую очередь нацеленные там на онкологию, борьбы с онкологическими заболеваниями, упаковывать в такую форму, там, на базе, там, липосом или ещё что-то, упаковывать размером менее 100 нанометров, чтобы они проникали именно в места заболеваний, а не в целом, так сказать, в циркулерии. Фантастика. Да. У вас бизнес фантастичный. Это не наш только бизнес, это бизнес всего мира и все сегодня передовые компании, да, причём нанотехнологии — это широкий спектр. Это не только там на какие-то наноматериалы и так далее, это от, так скажем, дорожных покрытий, строительных материалов до высоких технологий, как, понятно, там, космос, атом и так далее, да, авиация, вот, и медицина, да, вот это целые кластеры. Поэтому, действительно, это очень интересные и конкретные задачи, но повторюсь, что мы всё-таки работаем с задачей коммерциализации. Мы не Академия наук, в данном случае, не сегодняшние отраслевые институты, которые существуют там в рамках различных отраслей. Мы, наша задача — коммерциализовывать и форматировать инвестпроекты для появления на рынке новых… То есть это бизнес? Да, мы фактически в бизнесе. Но в бизнесе с кем? Да, ну мы, как институт развития, мы имеем определённые, так скажем, льготы или готовы предоставлять определённые экономические условия, которые бы способствовали, как катализатор, способствовали развитию тому или иного инвестпроекта. Потому что, как вы понимаете, вот та задача, которая сегодня обсуждается в Комиссии по модернизации президента и до этого переход от сырьевой экономики на высокотехнологичную, оно, безусловно, имеет в том числе и психологический барьер. Инвесторы, не всегда идут сегодня наши инвесторы в высокорискованные технологические проекты, отдача которых будет через 3-4, а может и более лет. И здесь наличие такого института развития, как госкорпорация Роснано, в какой-то мере, не в какой-то, а в большей мере способствует привлечению других инвесторов. То есть вы не спешите, что называется? Нет, мы спешим. Мы спешим.